16 января глава Чувашии Михаил Игнатьев обратится к Государственному Совету Республики с посланием. Этот документ составляется ежегодно и определяет основные направления развития точки приложения усилий. В течение недели в программе «Республика» вспомним, как реализовывалось послание 2017. В каждом послании свои цели и задачи, актуальные для определенного хронологического периода. Единственное, что остается неизменным, все усилия в первую очередь должны быть направлены на благо жителей Чувашии. Провышение качества их жизни. Продолжилось строительство ФАПов. К концу прошлого года их стало уже 152 по всей республике. Новогодний подарок получили жители деревни Большие Карачужи Чебоксарского района. За день здесь могут принимать более 40 человек. Я обслуживаю и взрослые детское население. Приходят с различными заболеваниями, с различными травмами. Со всеми, получается, все патологии могут подойти. Приходится и детям ездить, и маленьким детям. И, ну, считайте, мы выполняем все функции. Там и прививки взрослому, и детскому населению. И, считайте, патронаж на дому активный. Там и диспансерных больных. Ну, практически всю ту работу, которую должен выполнять врач. В республике поэтапно продолжают расширять систему качественной медицинской помощи. В этом году открылась новая поликлиника в микрорайоне Новый город. Именно она упоминалась в послании 2017. В онкодиспансере появилась генетическая лаборатория. А в Канаше заработал центр гемодиализа. Мы сегодня говорим о том, что обеспечиваем шаговую доступность оказания медицинской помощью с сохранением качества оказания. Через день они должны приходить, проходить эту процедуру. То есть мы продлеваем жизнь для наших пациентов, готовим пересадки органов. В 2019 году будет введена в эксплуатацию инновационная многопрофильная поликлиника центральной городской больницы Чебоксар. Строительство уже началось. В сфере медицины эффективно проводится и кадровая политика. Только благодаря программе «Земский доктор» в сельских больницах работают более 50 молодых специалистов. Несмотря на завершение федеральной государственной программы, строительство дошкольных учреждений в рамках проекта «Детские сады-дети» в Чувашии продолжилось, как и было обозначено в послании. В 2017-м в Чебоксарах появились 4 новых детских сада, в том числе и в Альгешево. Старшего сына я возила в центр города, в Ново-Южный район. Среднего сына тоже туда возила. Но, наконец-то, нам повезло. Третий ребенок у меня пойдет в этот новый садик. Садик, конечно, очень красивый, шикарный. 12 групп с евроремонтом и новыми игрушками, медицинские пищевые блоки, бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, компьютерный класс. Садик построен почти за год. За ходом строительства был особый контроль. Впервые после многолетнего перерыва в столице Чувашии распахнула двери и новая школа в микрорайоне Гладково. В ней обучаются около тысячи ребят. Одно из поручений послания 2017 – развитие мотивационной среды для педагогических коллективов и лучших учителей. Результат этой работы – сразу 16 школ Чувашии вошли в топ лучших российских школ по разным параметрам. А учителя-педагоги, подготовившие победителей различных олимпиад, получили грантовую поддержку для главы республики.